Всем привет, дорогие друзья! С вами Милана и сегодня у нас будет очень интересный, как мне кажется, обзор моих покупок с магазина FixPrice. FixPrice это такой магазин, где фиксирована цена на все товары. На данный момент эта сумма меньше 1 доллара по нынешнему курсу, так что много всего интересного и давайте быстрее приступать. И сначала я вам покажу товары для дома. Есть вот такая вот клеенчатая дорожка маленькая, можно так сказать. Я ее использую для стиральной машинки, то есть накрываю ее поверхность сверху этой клееночкой, дорожечкой, даже не знаю как назвать. Мне очень понравился ее дизайн, она такая милая, у нас есть еще такие же элементы дизайна в нашей ванной, поэтому все это очень даже неплохо сочетается. Дальше покажу. Это вот такая вот ванночка для губки, мыть посуду на кухню. Так вот она выглядит. Знаете, что меня удивило? В другом магазине, это такой магазин для уюта, для дома, в России он называется Уютера, я вам видела точно такие же посудинки. У меня есть еще такая вторая, сейчас я ее покажу. И там цена стояла за каждую 250 рублей, а эту я купила еще по старой цене за 44, по-моему, или за 49 рублей. То есть выгода, да, мне очень понравилась. Она похожа чем-то, ну не знаю, фарфор, гипс, не знаю что это, но в общем достаточно неплохо так сделана и рисуночек у нее тоже очень хороший. Вот эти золотые линии прорисованы вручную на ножках, можно это заметить. В общем, качество ее мне очень понравилось, я сразу запаслась небольшим наборчиком. Вот такая же есть еще у меня вторая. Это уже как половинка лимона, в ней уже идет такая губочка пожестче для каких-то сложных пятен. Вот, очень интересная у нее структура в форме лимона, мне кажется, знаете, очень поднимает настроение на кухне, когда есть вот такие вот элементы декора, но еще и полезные. Дальше покажу вам вот такую ложечку. Те, кто готовит, сразу знают, для чего она нужна. Потому что, когда вы готовите, вы что-то обязательно мешаете, пробуете, и потом эту ложку, допустим, или какую-нибудь поварешку некуда положить. Вот, как раз-таки, это решение всех проблем. Это ложечка. На нее вы можете положить свою ложку, поварешку, еще что-нибудь. Очень хорошего качества. Тоже похоже на... Не знаю, но выдержит хорошую температуру. Не знаю, с какого она материала сделана. Очень яркая. Мне она очень нравится. Здесь такая еще присутствует миленькая божья коробочка, которая очень хорошо поднимает настроение. Дальше у меня идет вот такая вот емкость для хранения. Тоже очень интересная. Она достаточно-таки крупная. Я ее использую для соли. Здесь у нас крупная соль хранится. Ложечка идет. Ложечка, конечно, шла не в комплекте. Это уже наша ложечка. Здесь также есть регулятор воздуха. То есть можно подать воздух в эту емкость. Можно убрать, чтобы это все было герметично. Очень мне понравилось. Очень хороший размер у нее, не маленький. И за стоимость 55 рублей, мне кажется, это вообще очень даже хорошо. Дальше у нас идет тоже немного дизайн. Идут вот такие вот стрекозки. Они идут на магнитиках. И мне они тоже очень здорово поднимают настроение. И использую я их на холодильник. Хорошо держится. Нет такого ощущения, что это какой-то очень хлипенький конструктор, который вот-вот развалится. Нет. Все очень хорошо держится. Очень довольна. Поднимает настроение здорово. Вот. Ну и дальше идет вот такая вот корзинка. Это огромное решение многих проблем у меня на кухне. Потому что на кухне у нас, как правило, на подоконнике сложены пакеты в пакетах, как у всех дома. Различные полотенечки. И все это в какой-то момент начинает казаться похожим на хаос. Потому что все разбросано в разных местах. И такой вид очень небрежный. Но эта корзиночка исправила все положение. Она сетчатая, белого, обычного цвета. По-моему, есть еще и другие цвета. Но я взяла и просто белый вариант. Потому что у нас пластиковые окна. И с ними она отлично гармонирует. И очень хорошо решила эту проблему, которая была. Итак. Идем дальше. Дальше я покажу вам немного волшебства. Это вот такие баночки желаний. Которые мы сделали сами. На это нас натолкнул наш очень хороший друг. Он нам рассказал про эту идею. И мы решили, что мы тоже хотим такие же баночки желаний. Вот так они выглядят. Это моя. Это Антона баночка. Вот в ней там уже лежат наши желания. Я подумала, что это непременно должна быть яркая баночка. И там желания у нас лежат тоже на разноцветных бумажках. Они у нас написаны. И обернуты тоже разноцветными ленточками. Баночка была изначально, конечно, не такого вида. Я докупила тоже в магазине Фикс Прайс вот такие вот бабочки. Они идут на липучки. На двухстороннем скотче. И вот таких вот божьих коровок. Тоже я прикупила в Фикс Прайсе. Они идут от большего размера к меньшему. И вот так вот очень интересно украсили мы все эти баночки. Загадали свои самые заветные желания. Кинули их туда. Закрыли на крышечку. И ждем их выполнения. Могу вам сказать с абсолютной точностью, что уже некоторые желания и даже достаточно большого количества сбылось. Так что очень рады. А знаете еще что? Ночью они горят. Дальше идет у меня вот такая вот очень полезная для девочек штучка, как мне кажется. На самом деле на эти крючочки можно вешать сережки. И мне это очень удобно. Вы знаете, раньше у меня была проблема. Все мои сережки валялись неизвестно где и терялись очень часто. Но сейчас они все в одном месте. Конечно же сюда не вмещаются все мои сережки. Поэтому я еще приобрела другую коробочку для них. Сейчас я ее вам покажу. Вот так она выглядит. На самом деле это коробочка для всяких мелочей, для различных, допустим, пуговиц, иголок каких-нибудь. Но я ее оформила под свои сережки. Вот так вот они выглядят. Все они у меня в разных секциях. Это очень удобно. И с того момента, как я приобрела две эти вещи для моих сережек, они у меня не теряются. Дальше покажу еще одну горящую штучку. Это Эйфелева башня. На самом деле я большой фанатик Эйфелевой башни. Обязательно я знаю, что я туда попаду. Она горит. Разноцветным огонечком. Дальше идет вот такая вот рамочка для фотографий. Она из дерева. Очень неплохого качества. Здесь наша с Антоном фотка. Не буду ее так показывать. Просто показывать для того, что есть такие варианты различных фоторамок. Можно будет тоже себе приобрести. И за 55 рублей это очень выгодная покупка. И можно неплохо украсить и обуютить как-нибудь ваше гнездышко. Дальше у нас с вами идет немного ухода. Я покажу вам вот такие вот спонжики. Вот так вот они выглядят в коробочке. Они выполнены в виде половинных сердечек. Но я не использую их для лица. Делаю при помощи них градиент на ногтях. Дальше у меня идет вот такая вот шапочка. Я ее уже пользуюсь. Такая же шапочка есть у моей мамы. И у свекрови. Она очень неплохого качества. Здесь вот она идет с вот такой подкладочкой. Они красят волосы достаточно часто. Но регулярно, ежемесячно. И эта шапочка очень хорошо помогает в этом. Я делаю себе маски. Волосы я себе не крашу. Но делаю маски. И тоже так же одеваю ее. И смотрится это очень даже мило. Вот такая вот шапочка. За 55 рублей опять же. Очень хороший вариант. Дальше у нас идет вот такой вот крем для лица. Этот крем, кстати, питательный. И он очень даже неплохой. Я не скажу, что он фантастически справляется там с какими-нибудь, не знаю, морщинками или еще что-то там. Благодаря нему коже сразу становится совершенно как у другого человека. Нет, это не так. Но какое-то питание и какое-то увлажнение это все-таки присутствует. Дальше у нас идет вот такой вот скраб для лица. Баночку я уже добила. Мне он, конечно же, не особо понравился. Хотя, знаете, у него такая структура. У него достаточно мелкие вот эти вот песчинки скрабирующие. И сама масса похожа на гель. Вот, не знаю. Но как-то мне он не особо помогает. Для моей кожи нужно что-то пожестче. Поэтому для меня это слишком мелкие частички. Дальше у нас идет вот такой вот депиляционный крем для депиляции. Что могу сказать о нем? Можно не тратить на него деньги, потому что он делает ровно то же самое, что и делает бритва. Единственный минус еще к тому же, что его нужно ждать 15 минут. Мне кажется, зачем, если эффект одинаковый, что от бритвы, что от этого крема, то можно еще сэкономить 15 минут. Кстати, от него еще тоже идет раздражение. Так что не советую вам эту покупку. Воздержитесь от нее. Ничего хорошего она вам не принесет. Но со своей задачей справляется, да. Дальше у нас идет вот такой вот крем. Он с гиалуроновой кислотой. Но, конечно же, за 55 рублей гиалуроновой кислотой там и не пахнет. И этот крем абсолютное разочарование. Он не делает абсолютно ничего. Просто ничего. Что намазали вы его, что не намазали, кожа остается абсолютно одинаковой. Так что никакого эффекта нет. И покупать этот крем я не вижу никакого смысла. Дальше идет у меня вот такой вот блеск. Блески фикс прайза, кстати, я покупаю. Достаточно-таки регулярно. Абсолютно ничего я не боюсь. Нормальные, хорошие блески. Конечно же, они недолгие. Но они неплохо пахнут. И все-таки какой-то блеск у них присутствует. Но они недолгие. И еще один вам покажу блеск. Он у меня уже закончился. Это прозрачный был блеск с частичками блесток. Неплохо, кстати, он визуально увеличивал губы. Дальше у меня идет вот такой вот мой бьюти-блендер. Вы знаете, конечно, покупать оригинальный бьюти-блендер за 1500 рублей, мне кажется, это, ну, не знаю, я на данный момент не хочу себе это позволять. Мне кажется, вот это очень-таки неплохая замена оригинальному бьюти-блендеру. Стоит он 55 рублей. Пользуется им очень удобно, комфортно. И все же лучше, чем руками. Руками лучше к своему лицу не притрагивайтесь, когда вы сделаете себе макинж. Дальше у нас идут вот такие вот спонжики для умывания. Покупаю я их в фикс-прайсе тоже регулярно. В косметических магазинах у нас есть подобные. И стоят они 250 рублей за такой же комплект в трех штучках. Поэтому, мне кажется, хотя они абсолютно точно такие же. Делаю я масочки на лицо. И потом вот такими вот спонжиками замечательно все это дело смывают. Мне кажется, это очень удобно. Их можно за такую сумму 55 рублей, когда ты покупаешь три штучки, регулярно их менять. В связи с этим у нас не будет никаких проблем с нашей кожей. Дальше покажу вам для ногтей вот такую вот штучку. Пользуюсь я ее регулярно. Это для кутикулы. Видите, у нее такой заостренный кончик. Когда вы лишний лак нанесете на кожу ногтя, вы благодаря этой штучке можете прекрасно все это дело, все эти излишки убрать. На втором конце у нас идут такие же еще запасные штучки. Вы можете их спокойно в любой момент поменять. И мне кажется, это очень удобно, потому что загрязняется такой карандашик достаточно-таки быстро. Ну и хочу показать вам вот такую замечательную коробочку. Мне она очень-очень нравится. Такая корзиночка очень приятного, красивого цвета. Тиффани. У нее очень хорошо выполнена вот эта вот вся кружевная часть. Достаточно-таки качественно. Все вырезано, потому что я видела подобные коробочки, корзиночки в магазине FixPrice. И они были не такого хорошего качества. Она не глубокая. У меня есть еще одна точно такого же формата. Сейчас я ее вам покажу. Вот. Она уже розового цвета. Вот так. Я их использую для ногтей. В ней хранятся... В одной из них хранятся мои лаки. А в другой хранятся все элементы дизайна, которые я использую, когда делаю ногти. Дальше я хочу вам рассказать немного о том, что для меня на самом деле является огромным успокоением, огромным вдохновением, от чего я получаю неимоверные положительные эмоции, когда занимаюсь этим. В общем, это ногтевое искусство. Некоторые вещи приобретают тоже в магазине FixPrice. Алиэкспресс. Вот одна из них. Это блесточки. Точнее, не блесточки. Это стразники разных цветов. За сумму в 55 рублей даже на сайте Алиэкспресс нет такой цены. Может быть и есть, но зачем покупать на Алиэкспресс, когда ты можешь сейчас уже их купить и пользоваться. А на Алиэкспресс вам надо будет еще ждать около полутора месяцев. Дальше я покажу вам вот такие вот наклеечки. Надеюсь, вам будет видно. Такие вот наклеечки. Они на ногти. Внутри они выглядят вот так. За сумму в 55 рублей я тоже считаю, что это очень неплохая, выгодная покупка. Здесь их достаточно хорошее, большое количество и их можно будет использовать не по одному разу. Наклейкости я их еще не пробовала, но да впрочем, какая разница, если сверху все равно покрывать закрепителем, то ничего там не отвалится 100%. Дальше покажу вам еще вот такой вот наборчик. В принципе, это может быть пеналом для каких-то, не знаю, для деток, что-то еще туда, не знаю, положить, хранить там. Я храню там свои медицинские инструменты. Здесь идут уже мои ножнички. Я специально купила этот контейнер для них. Здесь у меня еще лежат в комплекте апельсиновые палочки, магнит. Мне нравится, что здесь два отделения, потому что мои ножницы не соприкасаются вообще ни с чем. А для железа, для металла это очень даже хорошо. И еще есть, покупала тоже в магазине FixPrice вот такие вот ленточки. Они тоже для дизайна ногтей, разных цветов. Как ими пользоваться, наверное, многие уже знают. Или даже если кто-то не знает, я сниму видео и покажу, что с ними можно сделать, какой элемент дизайна могут они выполнить. На этом наш обзор подходит к концу. Я надеюсь, что вам было очень интересно, что вы, может быть, почерпнете для себя что-то новое. Поймете, что вам лучше не покупать. Может, я вам в этом помогу. В любом случае, большое спасибо за внимание. Всем большой привет. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok